Вот нас уже стало больше, писателей больше и, собственно, зрителей тоже больше. Это прекрасно. И мы сегодня решили поговорить вот о такой интересной теме. Фантастика книжная. Это замечательно, это привычно нам, это то, чем мы в той или иной мере, и мы этого не стесняемся, в общем-то, зарабатываем себе на хлеб. Мы издатели, мы писатели, мы критики. Но все-таки времена меняются, бумажная книга, ну не то чтобы утрачивает свои позиции, хотя, наверное, отчасти утрачивает тоже. И вот мы решили поговорить на тему того, что же будет дальше, и есть ли что-нибудь у фантастики помимо бумажной книги. Поэтому собрали мы сегодня совершенно замечательную писательскую плеяду, в которой сошлись, в общем-то, авторы совершенно разных и поколений, и тематик, и возрастов, в конце концов. То есть, более опытные, более свежим, скажем, незамутненным современным взглядом. Поэтому, я надеюсь, мы все-таки найдем некий консенсус, как любил говаривать первый президент. И поймем все-таки, что же дальше у книжной фантастики, и есть ли это дальше. И для начала, вот о чем я хотел бы предложить подумать нашим участникам. У нас в последнее время все чаще звучит на разные лады повторяемое утверждение, что современная молодежь в нашей стране, вот к моему, например, до сих пор удивлению, фантастика до сих пор считается исключительно припежищем и, скажем, книгами для тинейджеров, ну и чуть постарше. Так вот, современная молодежь, говорят, бумажной книгой уже не интересуется, потому что она аудиовизуал, где воспитана уже даже не телевизором, а интернетом, онлайн интерактивными играми. И, в общем-то, чтобы просто заставить ее читать и воспринимать так или иначе информацию просто, у маги уже недостаточно, даже быть она влечена в самую яркую, презентабельную, блестящую обложку, такую же современную, такую же замечательную, коллографическую, 3D, там, с запахами и вкусами. Все-таки медийные приложения, что уже делается в виде всяких дополнительных дивидеромов, там, с саундтреками или, там, какими-то видеофрагментами, концепт-артами, которые уже начинают прикладываться к бумажной книге, либо полноценные электронные издания, внутри которых уже зашиты и музыка, и та же самая графика, и еще много всего. Ну, так вот, я хотел спросить у наших сегодняшних участников, ваш прогноз, все-таки, какова вероятность того, что книга со временем станет вот именно такой, и гиперактивная электронная книга все-таки окончательно вытеснит бумажную и оставит ее исключительно прибежищем для библиофилов, собирателей, коллекционеров или тех, кто, ну, просто по той или иной причине любит шелест и запах бумажных страниц, а все остальные перейдут исключительно на электронный контент. Сейчас, на самом деле, уникальный момент. Книга возвращает в себе некогда утерянные позиции. То есть, когда-то она была сокровищем, когда-то ее приковывали цепью к полке, и чтобы никто не посмел ее забрать. Со временем она стала массовым продуктом. То есть, настолько массовым, что решили, что ее можно печатать буквально на туалетной бумаге в самой непрезентабельной обложке, ее все равно купят. В начале 90-х примерно так оно и было. Сейчас время другое. Сейчас книга должна стать предметом искусства для того, чтобы быть конкурентоспособной. При этом, действительно, она станет дороже. Либо же это должна быть очень дешевая книга, то есть, совсем дешевая такая. В России когда-то была серия «Книжка-копейка». Вот примерно такого плана. То есть, один раз ее прочитал, к концу прочтения она уже развалилась. Ну или как в Америке есть термин «Ванрейс-покер». Да. Соответственно, большая часть книг все-таки станет, возможно, бумажными, но интерактивными. То есть, с прямыми выходами на сайт, где будут идти, может быть, те же онлайн-игры, может быть, просто более обширная информация, может быть, некие форумы. То есть, она будет частью определенного медиапродукта. Кто-нибудь? Да. Вот хочу уточнить на тему книги как артефакта. Недавно на Энтерприсконе в этом году презентовали собрание сочинений Стургацких, полное в одной книге. То есть, это огромный том, примерно такого размера, который просто невозможно держать, там специальная конторка должна быть в кожаном переплете, стеснением и так далее. То есть, это действительно уже не книга, а некий артефакт, предмет коллекционирования. Вот. Но что я хочу сказать в целом, на тему бумажных книг, пока что не придумано иного показателя качества книги, к сожалению. Насколько неизвестно. Потому что электронные книги, все-таки, туда выпадает очень много самоздата. И, собственно, кроме издания книги в бумаге, не совсем понятно, как отличить вот этот самоздат, чистую графоманию, от профессиональных писателей. Вот. Поэтому, мне думается, что еще какое-то время бумажная книга просуществует просто как показатель качества. Дмитрий, пожалуйста. Все подключено. Замечательно. Ну, знаете, мне данная ситуация напоминает примерно время возникновения кинематографа. Да, когда появилось кино, очень многие, соответственно, прогнозировали, что театр умрет. Тем не менее, театр, в общем-то, и до сих пор имеет своих подводников, чрезвычайно популярен во всем мире, то есть и очень органично и нормально соседствуется кинотеатр. То же самое, я думаю, что и с книгой. То есть, никуда она не денется, ничего себе не произойдет. И прежде всего, прежде всего, останется бумажная книга в том виде, в каком она есть или нет, зависит от автора. То есть, уже сейчас понятно, что какой-то автор издается тиражом там 1 тысяча, 2 тысячи, да, какой-то 20, 25 и выше. Не говоря уж про тех, которые 100 и, соответственно, перешагивают эту плампу. Поэтому все зависит от того, что будет внутри этой книги. Тогда она будет интересна. Если будут профессионалы с ней работать, значит, она будет интересна. Если же будет идти снижение качества, естественно, конкуренты ее вытеснят. Это нормальная позиция на рынке, никуда от этого не уйдешь. Но я надеюсь, что с таким издательством, как АСТ, которая поддерживает именно всех нас здесь сидящих, и помогает, и продвигает нас, я думаю, что все будет нормально. Никуда она не денется. Да, будет соседствовать с интерактивными книгами, со всеми вот этими новшествами, которые происходят. Но я думаю, что все остается примерно на той же позиции, как сейчас. Но это, честно, мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. Спасибо, Валерий. Тогда хорошо, оставим пока гипертекст и обратимся просто к электронной книге, которую можно читать с планшета или мобильного телефона просто как текст. Ну, на мой взгляд, вряд ли будет справедливо сказать, что у нас в стране профессиональный рынок электронной книги на сегодняшний день развит до такой степени, до какой хотелось бы, равно как я не могу сказать, что у нас, к сожалению, существует нормальное авторское правовое законодательство. И в результате приходим мы к тому, что скачать книгу, тем более новинку, оперативно, только что появившуюся с сайта пиратского, быстро, бесплатно и гораздо проще, чем приобрести ее легально, даже если вдруг по очищаяния пользователь имеет такую возможность и желание. И в связи с этим, насколько я вот уже знаю, достаточно много тех и авторов, и читателей, которые ждут с нетерпением пришествия на российский рынок электронных изданий всемогущего Амазона. Вот, дескать, очередной парень приедет, парень нас рассудит, парень нас научит, как правильно жить. А вот тогда, а вот с вашей точки зрения, что будет тогда? Верите ли вы, что Амазон может поправить здесь ситуацию? И вообще, что звать варягов и перенимать некий иноземный опыт, здесь единственный возможный вариант. Да, Никита Верин, пожалуйста. Относительно Амазона, это мое мнение, сразу оговорюсь, но я считаю следующим образом. Пришествие Амазона, с его законами, с его инструментами, принципами и всем прочим, нас пока не спасет ни в коем разе. У нас в России не развито законодательство, во-первых, во-вторых, у нас не развита культура электронного чтения. Мы много лет все приучались скачивать книги, игры, фильмы и все прочее бесплатно. У нас считается не то, что признаком хорошего тура, но это норма, это вполне нормальное явление. И когда сейчас мы пытаемся объяснить, что скачивать за просто так нельзя, нужно за это платить деньги, большинство читателей этого как бы не понимают и не принимают. Тут не нужно говорить, что писатели все абсолютно правильные. Абсолютно нет. Многие писатели и играют в игры нелицензионные, пользуются нелицензионным софтом на их компьютерах, воруты и так далее. Мы все пираты в той или иной степени. И не то, что происшествие Амазона на наш рынок спасет, как немножко исправить ситуацию, исправить ситуацию, если мы начнем все дружно, в первую очередь, начиная с самих себя, пользоваться всем контентом платно, платить за это деньги, а писатели начнут не приучать, но хотя бы рекомендовать своим читателям, чтобы они скачивали их книги за деньги. Вот и все. Я хотел не то, чтобы возразить, но несколько развить. Есть такая популярная поговорка, руководство делает вид, что нам платят, мы делаем вид, что работают. Вот здесь примерно то же самое. То есть в среднем гражданин ощущает, что его обманывают. Обманывают кто государство. Соответственно, все то, что он может взять у государства даром, особенно если ему будут мешать брать это даром, он будет брать тем более и... Как контрибуцию. Да, находить там самые невероятные лазейки. То есть только для того, чтобы почувствовать самоуважение, что да, мне мешали, но я смог, я сделал это. И, к сожалению, действительно крайними в этой игре остаются правообладатели, то есть в данном случае писатели. Мовердин, должен сказать, что Володя с Харькова... Это правда. Я думаю, на самом деле, это очень простая психология, что если можно безнаказанно украсть, то любой возьмет и украдет. Соответственно, действительно, пока не будет меняемого и достаточно жесткого законодательства на эту тему, естественно, народ, зная, что ему ничего за это не будет, соответственно, будет, конечно, таскать из интернета книги. Ну, как сказать... Если это не запрещено, то, соответственно, это и можно делать. Ну, вот сейчас собрали очень интересную, кстати, тема, что как только вышел антипиратский закон, моментом, значит, было собрано 100 тысяч подписей насчет того, что, мол, давайте-ка ты его отменим. Очень интересно, да, то есть 100 тысяч людей, которые целенаправленно и осознанно воруют из интернета чужие книги, чужие фильмы и так далее, да, сами себя обозначили, что да, мы за то, чтобы воровать эти книги. Ну, то есть, позиция этих 100 тысяч человек, понятно, да, что им удобнее украсть. Но они, видимо, просто не понимают, что действительно, таким образом, они в корне рубят собственно, книжный ремень, как таковой. Чем меньше получает писатель, тем меньше у него желания вообще что-либо писать. Это понятно. Что у некоторых писателей, да, ну, вот у меня, например, есть другие источники дохода, для меня писательство – это хобби. А для других людей, талантливых, действительно значимых, действительно интересных, это единственный источник дохода. И человек, написавший книгу, когда он получает из нее копейки, умный человек, талантливый, он подумает, а нафиг мне это надо, это нормально. И возьмет и свой талант, применит в какой-нибудь другой области и будет получать за это во много раз больше, чисто финансово. Поэтому здесь люди, вот эти вот 100 тысяч, которые подписали эту петицию, они просто не понимают, что они делают. Они просто ограничивают себя. Пройдет пять лет, если ситуация останется такой же, пять, десять, не знаю. А вот, произойдет что? Просто рухнет книжный рынок, писать, читать будет нечего, писать люди не будут талантливые, поскольку они будут заняты в других областях, приносящих им гораздо более изменяемый доход, на который они могут жить. Ну и все. В результате будем читать книги из самой даты и довольствоваться тем, что нам предлагают непрофессионалы. Мне просто хочется возразить, что, по-моему, дело не в законодательной базе и, в общем, насколько я знаю, российские граждане закона никогда их не останавливали. Мне кажется, что тут дело скорее в культуре чтения. Мне, например, многие люди просто пишут, давай мы заплатим тебе деньгу, вот чисто перекинем на Яндекс кошелек, ты нам пришлешь экземпляр своей книги. Дело в системе, которая надежно снабжает писателями механизмом общения с читателями и дает читателям возможность платить. Ну, что-нибудь типа того же самого кикстартера, вот. Таким образом, я не уверена, что магазины типа того же Литреса и Амазона вполне компетентны в регулировании отношений читатель-писатель. Думаю, что этим должны заняться возможно сами писатели, а возможно действительно сайты типа кикстартера, где люди просто делают добровольные пожертвования. Ну, мое мнение. Хорошо. Спасибо. Ну, давайте мы все-таки на какую-нибудь чуть более радужную тему, нежели пираты и все, что с этим связано, перейдем. А конкретно вот на какую? Ну, в общем-то, не секрет, что на Западе любой более-менее успешный сеттинг с большой долей вероятности очень быстро прирастает всяческой побочной продукции, то есть комиксы, какие-нибудь коллекционные, карточные, настольные игры, в дальнейшем там живые ролевые игры на местности, городские, выездные, конвенты, фестивали и все прочее. Вот как обстоит дело с пост, скажем, бумажной жизнью, созданного фантастами текста у нас? У нас достаточно много на сегодняшний день проводится действительно тех самых пресловутых ролевых игр на местности. Кстати, дорогие авторы, вот, по крайней мере, часть из вас уже имеет большой багаж изданных книг, созданных миров. Вот по вашим книгам уже проводились игры, может быть, вы участвовали в каких-нибудь играх по вашим мирам, ну, хотя бы в качестве зрителей, а может быть, чем черт не шутит, и участников. по моим ролевым играм делались, сейчас делается квестовая игра, вероятно, сценарий для нее будут писать мои сыновья, и сейчас вот они как раз этим заняты. Ну, так уж получилось, что я был основанием этих самых ролевых игр еще в Советском Союзе с 90-го года. То есть, скорее всего, это направление действительно будет расти и шириться. Но сращивание, скажем так, писательского мира и игрового, оно сейчас только-только начинается, и во многом пока что все-таки это все те же Толкин, все тот же Мартин, и тому подобное. То есть, звездные войны. Ну, а вот что касаемо настольных или карточных игр, вот, насколько я помню, есть достаточно успешная настольная игра по Метро 2033 Дмитрия Глуховского, есть такая же достаточно успешная настольная игра по Тайному городу Вадима Панова. вот сходу ничего другого, по-моему, вот так прямо припомнить не могу. Может быть, были какие-то предложения к вам, или там на тему того, не создать ли собственно что-нибудь подобное. И вообще, как вы считаете, есть ли смысл вообще расширять книгу от текста вот именно вот в эту сферу. Не убьет ли это суть все-таки в книге главная некая идея, некие чувства, некий посыл, который вы задаете в своих текстах читателю, а в игре сколько она там красивая, замечательная, интересная не была, все-таки приключало, условно говоря, это главное, а вот вся философия, вся идея, все чувства, все мысли как-то в общем-то уходят на сторону. Как вы считаете, есть ли смысл? Ну, по мне, так однозначно имеет смысл это все делать, потому что визуальный ряд быть долгим. Он идет на пользу собственно и самой книги, и самому автору в сторону увеличения тиража и, соответственно, конечно, интереснее людям увидеть визуально тех героев, которых они читают. Ну, вот по моим книгам тоже постоянно игр проводятся, значит, постоянно по интернету приходят вопросы, можно ли героев использовать в ролевых играх, страйкбольных, там и так далее и тому подобное. Конечно, я всегда на это дело даю разрешение, потому и очень этим вопросом доволен. В свое время было предложение сделать компьютерную игру по Кремлю, но там не договорились, тогда не договорились, в общем-то, с искателями этой игры, но, тем не менее, предложения такие бывают у всех писателей, я думаю, но, к сожалению, не у всех получается, потому что, собственно, рынок создания компьютерных игр у нас, конечно, не настолько сильно развит, как, скажем, на Западе. Скорее всего, я думаю, из-за этого. Писатели у нас нисколько не хуже, а вот, собственно, создатели игр, конечно, могу отметить действительно только «Сталкер», пожалуй, то, что лично мне было интересно, да, по Дмитрию Глуховскому интересную игру сделали по метро, ну, а так вот, чтобы что-то глобальное такое интересное, я не вспомнил сейчас сходу. Соответственно, наверное, тем, кто занимается созданием компьютерных игр, имеет смысл немного повысить свой уровень, так что ли, и уже предлагать издательству и писателям какие-то свои наработки, чтобы действительно и издательству и писателям искали «Вау! Давайте действительно сделаем, вы молодцы, вы можете». Хотелось бы добавить и немножко ответить на вопрос Вячеслава и добавить к словам Дмитрия. На самом деле в России за последние лет 15 точно очень много проходит ролевых игр, посвященных именно отечественной фантастике, отечественным авторам, всем известным, ну, многим известным такая конференция в Казани, как «Зеланхон», куда приглашали непосредственно писателей-фантастов. Там они, я помню, те времена, когда Бушков, Берумов и другие авторы участвовали непосредственно в создании игр, написании сценариев, обсуждении с игроками и так далее. То есть, это направление в России, но оно не то, что востребовано, сами читатели, они делают подобные проекты, им это интересно. что касается компьютерных игр, в России чаще писатель-фантаст участвует не как создатель этого мира изначально, то есть, по игре по Роману Лукьяненко серия «Дозоры» сделали онлайн игру «Дозоры» и так далее. Чаще всего российский писатель-фантаст пишет уже в какой-то готовый сеттинг, в качестве сценария, написывает квесты и так далее. То есть, делает ремесленную безымянную работу, получает за это большие деньги и ему это как-то, ну, с чисто финансовой точки зрения более интересно. Но это не имеет отношения к нашему вопросу. Самый лучший показатель вот такого побочного эффекта от них это, на мой взгляд, экранизация. И то, что сейчас у нас количество экранизаций в России, российской фантастике, растет и растет довольно в рациональных больших размерах. Вот у Андрея скоро выходит фильм о казачьей сказке, насколько я думаю. Нет? Еще не скоро, но все равно намечается. Экранизация сериала по-новому, да, Тайный город. То есть, это все появляется и это не может не радовать и это привлекает новых читателей к книгам. В чем основной плюс от этих побочных и игр и так далее. Человеку знает о книге, если он раньше ее не читал, он поиграл в компьютерную игру, он поиграл в настольную игру, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok,